Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, как не бояться одиночества, спрашивает пользователь по имени Инга. И говорит, что я не хочу детей, мне в тягость быть с мужчиной, я не люблю готовить, я достаточно эгоистичный, лишь иногда бывают порывы, нежности и заботы о ком-то. У меня нет друзей, только одна приятельность, с которой мы иногда притекаемся в кафе. С виду я общительный, приветливый, уверенный, отстаиваю свои границы, когда это надо, мне комфортно быть одной, ни с кем не общаться. Но при этом я боюсь остаться одна, как будто со мной что-то не так, вроде с виду все хорошо, но я не могу подстроить отношения, дружбу. Значит, я какая-то не такая, то есть все нормально, а я какая-то бракованная. Получается мне хорошо одной, и боюсь быть одной, потому что чувствую, что неполноценно, поэтому. Ну, вот так вот, по общему какому-то впечатлению, да, я бы сказал, что... Трудность, трудность, ваша трудность, заключается в том, что вы как будто бы требуете от себя быть не одной. Да, и требуя от себя этого, вы, ну что, как бы сами создаете, ну, такую напряженность, да, вот. Такую, ну, как бы, напряженность, да, наверное, может быть сказать, можно, так. В построении отношений, отношений, вот. То есть вы пытаетесь решить проблематику своей, получается, полноценности, да, за счет того, чтобы... Ну, быть с кем-то в отношениях, по факту, получается, получается так. Вот, и на мой взгляд, это является одной из проблем, потому что, ну, я думаю, совершенно очевидно, я думаю, совершенно очевидно, что... Ваша полноценность никак не связана с тем, одно или нет. Ваша полноценность никак с этим не связана, вот, ощущение, что... Какая-то вы не нормальная, вот это ощущение, оно... Безусловно... Присутствует... Вот это ощущение, это чувство, что... Что-то с вами не так. Так. И на мой взгляд, на мой взгляд, в первую очередь нужно смотреть именно на то, вот, что с вами не так. А, ну, по вашему, по вашему, например, мнению, да? Да? Вот. Что с вами не так? Почему вы... Какая-то ненормальная, почему вы какая-то бракованная, как вы себя называете? Это ощущение, оно... На мой взгляд, на чем-то завязано, оно завязано. В первую очередь на опыте вашего взаимодействия с другими людьми. Опыте взаимодействия, вероятно, с близкими вам людьми. Вот. Ну, не имеет абсолютно... Ничего общего с реальностью. Вот. То есть, ну, не имеет ничего общего с тем, как на самом деле обстоят дела. И я думаю, что... Я думаю так. Я думаю так. Правда, я так думаю, что... В глубине души... Где-то в глубине души... Я думаю, что... Вы это... Понимаете? Как я думаю. Вот. Где-то в глубине души. Я думаю, что... Вы отдаете себе в этом отсчет. Вот. Вот. Ну, я думаю, что вам имеет смысл об этом как минимум напомнить. Вот. Ну, мне так... Мне так... Мне так... Мне так... По крайней мере... Кажется... И мне так, по крайней мере, видится. Вот. То есть... Вот. Хочу... Хочу повторить. На всякий случай, да? Хочу повторить. Что... В связи... Между тем, что... Вы одна. И тем, что вы... Как-то вот, например... Вы... Могли бы... Могли бы... Эм... Чувствовать себя... Полноценной? Эм... Связи между этими... Между этими... Эм... Между этими... Двумя моментами... Прямой... Связа... Нет. Но... Для вас... Эта связь очевидно есть. И... Вот это... Как мне кажется... Является... Эм... Одной из ключевых проблем... Одной... Одной из ключевых проблем... То, что... Как будто бы вы... Пытаетесь себя... Заставить... Эм... Быть в отношениях... Не для того, чтобы... Быть в отношениях... Да... Не для того, чтобы что-то делать для человека... А чтобы вот... Стать полноценной... Вот... Ну и я думаю, что... Помимо того, что... Это само по себе... Тяжело... И трудно... Я думаю, что вы еще... Эм... Видите... Замечаете... Скорее всего... Эм... Что... Не получается... Что... Ну... Не становится... Не становится... Вы... Что называется... Более... Более... Эм... Эм... Ну... Более... Полно... Эм... Это... Полноценный... Когда... Общаетесь... Эм... Например... Людьми... Не становится... Этого... Не... Не... Не происходит... Вот... И... Соответственно... Начинается... Паника... Эм... 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 Не боитесь... Эм... Быть одна... Эм... Возможно... Вы не боитесь быть одна... Даже... Возможно, вы боитесь именно признаться, например, себе, допустим, в том, что вы не полноценны, вы боитесь этого. Но в то же время, вероятно, вы не слишком понимаете на данный момент, что это такое. То есть, что такое быть, ну вот, знаете, не полноценным. То есть, ну, быть не полноценным, это как? Каким образом? Потому что, ну вот, опять же, я, например, не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, что вы бракованы, например. Ну вот. А, ну, понимаете ли вы, что вы имеете в виду? Дальше. Я не хочу детей, мне в тягость быть с мужчинами, впечатляющее. Окей, хорошо, это понятно. А почему вы не хотите детей? Как вы понимаете, что вам в тягость быть с мужчиной? Речь не о том, что вы должны себя доставлять это делать. Нет, если вам не хочется, то и не надо. Речь именно о том, чтобы вы постарались увидеть, что же вот, собственно говоря, происходит. То есть, я не хочу детей, на что я опираюсь, в том, что не хочу детей. Мне тяжело быть с мужчиной, на что я опираюсь. Ну, как-то замечая, да, что мне это тяжело. То есть, в чём заключается здесь тяжесть? Нет ли такого, что вы требуете от себя быть какой-то с мужчиной? Предполагаю, что если вы будете сами собой, то вы ему сто процентов не понравитесь. А вот интересный момент. А какая вы настоящая и знаете ли вы себя настоящей? Я не люблю готовить, я достаточно эгоистично и лишь иногда бывают порывы нежности и заботы о комнате. Ну, вот снова здесь вы пишите, что не любите готовить, а как бы... Почему это важно? То есть, есть ощущение, что вы как будто бы, ну, не знаю, пытаетесь в каком-то стереотипу соответствовать. Типа, что если... эм... Если женщина не готовит, то она, точнее не любит готовить, то она никому не нужна. Ну, ну если у вас позиция примерно такая, о себе, то я думаю, что мы, в общем-то, здесь видим, то, что не вписываясь в определенную... эм... в определенный образ себя, не вписываясь в определенный образ себя, вы, в общем-то, как бы, ну, получается, ну, гнобить себя за это, да, за то, что не вписываясь в образ, вот, и, в общем, как мне видится, сначала требуете от себя быть какой-то, когда предпринимаете, например, что быть какой-то не выходит, а оно, по сути, уходит в отказ. Вот, вы говорите, что достаточно игры в письме, позволите спросить о том, что вы вкладываете в это, что вы вкладываете в то, что вы эгоистичны. Ну, вот, буквально, что вы в это вкладываете. Как, как проявляется ваш эгоизм? Почему вы так уверены в том, что это именно эгоизм? например, а не что-то другое, вот, ну, там, допустим, быть может, проявление защиты, какая-то компенсация и так далее, то есть, вот, интересный момент заключается в том, что вы подразумеваете под эгоизмом своим, что вы имейте в виду, говоря, что вы эгоистичны или эгоистичная. И обязательно ли вы считаете, что это всё-то плохое? Если да, то из всего вы делаете такой вывод. А если нет, то что тогда есть эгоизм опять же? Потому что на данный момент это выглядит скорее как просто ваша попытка или тенденция себя обесценить, обезопасить себя, чтобы к вам не приставали и может быть, чтобы какую-то, ну, какую-то надежду не чувствовать. Дальше. Только одна при... А, да. Лично иногда у меня бывают порывы нежности и заботы о ком-то. Ну, вот тоже момент. Довольно интересный момент. В какие... Что с вами происходит, когда вы чувствуете вот эти вот приливы заботы и нежности? Очень бы хотелось это узнать. Когда вы чувствуете, что вам хочется у ком-то заботиться, что происходит? Что происходит с вами? В каком вы, ну, допустим, состоянии находитесь? Как вы себя в этот момент, допустим, позиционируете и... Замечаете ли вы вообще то, что с вами происходит? Это, мне кажется, очень важным моментом. То есть... Лично я уверен в том, что... Нежность и забота у вас не появляется. просто так. А появляется это в... определенный момент... Когда с вами что-то происходит, когда вы что-то чувствуете, и когда вы чего-то хотите. Либо по протяжению... определенного... психоэмоционального состояния. Что это за психоэмоциональное состояние? Пока что сказать нельзя, потому что информации очень мало, но я думаю, что если в эту сторону как-то двигаться, я думаю, что вопрос времени, когда мы это выясним, вот. Дальше, следующее, о чем хочется сказать. У меня нет друзей пештевые, только одна приятница, с которой мы иногда просекаемся в кафе. Значит, о чем идет здесь речь? Здесь речь идет, скорее всего, о безопасности. То есть вам спокойно, вам именно спокойно, вам именно хорошо с ней, вы чувствуете себя в безопасности и меня напрягает. Ну, возможно, возможно, возможно. Вы ничего от нее не ждете. Просто. Ну вот просто ничего от меня, ничего от человека не ожидаете. Возможно. Дело заключается в другом, ну, в чем-то, в чем-то в другом. Возможно. Я опять же, сейчас, ну, конкретно, конкретно сейчас говорить об этом не буду, потому что я не знаю, угадать не хочу, ошибаться тоже. Вот. Но я уверен, что речь идет именно про то, что вам с человеком по ряду причин комфортно. И это является, ну, таким, получается, определяющим фактором. Вам комфортно с человеком, поэтому вы как-то вот для себя видите, ну, контакт и взаимодействие с ней. Нужно здесь постараться дать определенные характеристики вашему взаимодействию с, ну, с человеком. То есть посмотреть, что за человек ваша, для начала, подруга. Ну, вообще, да? Что она из себя, например, представляет? Какой она человек? Вот. Это первый, это первый момент. Довольно важный момент. И серьезный. Вот. Как вы себя с ней ощущаете? Это тоже довольно важно. Как вы себя с ней чувствуете? И как вы себя с ней видите? И в общем и целом, что бы вам хотелось? Ну, на данный момент от нее, да? Дальше. С виду я общительная, приветливая, уверенная, отстаивая свои границы, когда это надо. Ну, хочется, конечно, как-то вот спросить у вас, надо кому, да? То есть как бы, ну, если, допустим, вы говорите, что надо, то кому надо? Вы это делаете, получается, не для себя, а для других, что вот, приветливая, там, уверенная и прочее. Мне комфортно быть одной, ни с кем не общаться. Я думаю, что это в данном случае связано именно с тем, что вы, вот не то, чтобы даже как-то, как-то неуверенно себя чувствуете там. Я думаю, что в общении с другими людьми вы с чем-то сталкиваетесь. Я так думаю. Я думаю, что вы сталкиваетесь с чем-то в общении с другими людьми с чем-то, что вам, ну, либо тяжело, либо вызывают какую-то болезненность, боль, да, ну, еще какие-то негативные чувства, вот. Привет, я боюсь, что с нас одна, да, что будет, если вы застанетесь со мной, как будто со мной что-то не так. Да, ну, то есть об этом я говорил. Вроде с виду все хорошо, но не могу построить отношения с другими. Ну, здесь немаловажная деталь, на мой взгляд, заключается в том, что вы, что называется, пытаетесь построить отношения. Вот. То есть, вы именно что делаете, как-бы упор на то, по сути, вы делаете упор, чтобы выстраивать отношения с людьми. Вот. А не на том, чтобы допустим, ну, опираться, например, на то, что вам хотелось бы для человека. То есть, что вам хочется, там, для человека, допустим, ну, к примеру, что вам хочется для человека делать, да. Вот. К примеру, что вам хочется, там, допустим, для... как вам хочется, ну, к примеру, опять же, себя проявить. Вот. А, ну, по отношению к человеку. Вот. И так далее. Вот. То есть, это вот очень такой важный момент, на мой взгляд. Повторю. Ну вот. Ну, опять же, это нужно исследовать. Как мне кажется, это нужно изучать. И, как мне кажется, что с этим нужно работать, то есть, нужно смотреть на то, как вы сами к этому относитесь. И, какое у вас, допустим, отношение к этому. Вот. Дальше. Так, 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 так. Вот, значит, какая-то не такая, то есть, все нормально, я какая-то браку, да. То есть, вы всегда сравните с другими людьми. Получается, мне хорошо одна. Ну, и, боюсь быть, одна, потому что чувствую, что не полноценна, поэтому. Инга, я думаю, что вы довольно некорректно сформировали вопрос. То есть, вы говорите, как не бояться. Одиночество. Ну, вот. Как не бояться одиночества, например. Вы задаете вопрос. Вот, я же думаю, что корректней было бы здесь запрос именно разобраться в себе и, вот, может быть, что для меня значит одиночество сейчас. Да, как бы. То есть, вот, что сейчас для меня означает одиночество. Как сейчас, например, я его вижу. Ну, допустим, одиночество. Вот. Что оно для меня, ну, что оно для меня означает, например. Вот на эти вещи нужно обратить вам свое внимание. Это важно. И это серьезно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Всем пока. Удачи. Обращайтесь. Общип-п regener это должно быть автоматизм. Удачи. Продолжение следует...